Баскетбол появился в 1891 году в США. Его изобрел Джеймс Нейсмит, когда проводил урок по гимнастике. Он разделил студентов на две команды и предложил забрасывать футбольный мяч руками в корзины из-под персиков, которые закрепил на высоте 3 метра. Игра получила название «баскетбол». От английских слов «баскет-корзина» и «бол-мяч». Через год студенты проводят первый баскетбольный матч в присутствии 100 зрителей. Такие матчи становятся постоянными, а баскетболом стали интересоваться студенты других колледжей. Постепенно правила игры дорабатывались и изменялись. Сокращается количество игроков с 9 до 5. Появляется железное кольцо с сеткой, специальный мяч, очерчиваются границы поля. А в журнале «Треугольник» впервые публикуются правила баскетбола. Уже через 13 лет на Олимпийских играх проводится показательный баскетбольный турнир. Но только через 32 года мужской баскетбол включили в программу 11-х Олимпийских игр. На фото изображены баскетболисты США, которые стали чемпионами Олимпийских игр 1936 года в Берлине. А еще через 14 лет впервые провели первенство мира для женских команд. В настоящее время в состав Международной федерации баскетбола входит 213 стран. Чемпионаты мира среди мужчин и женщин проводятся раз в 4 года. Сборные СССР и России по мужскому и женскому баскетболу занимают лидирующие позиции по количеству выигранных медалей. Фото с женского чемпионата мира по баскетболу 1959 года. Сборная команда Советского Союза объявлена чемпионом мира. Интересный факт. В 1909 году в Петербурге в зале общества «Маяк» проходит первый международный матч между командой из США и России. Наша команда Лиловых одержала победу. Посмотрите на первых русских баскетболистов. Это игроки команд Лиловых и Синих общества «Маяк». Для игры нужно две команды по пять человек. Остальные игроки находятся в запасе. Играют специальным мячом оранжевого цвета. Баскетбольный матч состоит из четырех периодов или таймов по 10 минут, между которыми предусмотрены перерывы. Цель каждой команды – забросить мяч в корзину соперника. Для этого нужно помешать другой команде завладеть мячом. Если ваша команда забросила больше мячей в корзину соперника, вы побеждаете. Чтобы начать игру, капитана команд подходит на середину поля к судье. Судья по свистку подкидывает мяч вверх. Капитан команды, отбивший мяч, дает старт матчу. Игроки передвигаются по полю, ударяя мячом в пол. Это называется «ведение мяча». Посмотрите на картинку, и вы увидите, как игрок должен вести мяч. Игроки должны четко взаимодействовать друг с другом, уметь точно и правильно передавать мяч. Игрок, совершающий передачу, называется пасующий. В игре существует правило двух шагов. Игроку разрешено сделать только два шага с мячом в руках, после чего нужно произвести бросок или отдать пас. Любая игра требует соблюдения правил. «Фол» — это термин, который обозначает несоблюдение правил игры, за которым следует наказание. Мяч переходит в команду соперника, и игрок делает штрафной бросок. Изучите схему баскетбольного поля. Обратите внимание на название всех линий. Познакомьтесь с основными нарушениями правил в баскетболе. Аут, если мяч попадает за линию игрового поля. Пробежка. Игрок с мячом совершает перемещение ног сверхустановленных правил. Нарушение ведения мяча. Включает в себя пронос мяча или двойное ведение. Если игрок коснулся мяча одновременно двумя руками или задержал мяч в одной руке, он должен закончить ведение. Игрок находится под корзиной соперника в зоне штрафного броска более трех секунд, в то время как его команда владеет мячом в зоне нападения. Игрок владеет мячом более пяти секунд. Команда не выводит мяч в зону соперника в течение восьми секунд. Бросок в кольцо другой команды не совершен в течение двадцати четырех секунд владения мячом. Как же начисляются очки в баскетболе? Одно очко за штрафной бросок. Два очка за бросок со средней или близкой дистанции, ближе трехочковой линии. Три очка за бросок из-за трехочковой линии. Чтобы занятия баскетболом принесли положительные эмоции и не нанесли вред организму, нужно соблюдать правила техники безопасности, иметь для занятия спортивную обувь и форму, пользоваться спортивным инвентарем только с разрешения учителя, соблюдать правила игры, выполнять ведение мяча с поднятой головой, избегать столкновений, следить за мячом при его полете, убедиться, что партнер готов принять мяч, рассчитывать силу броска, нельзя бить мяч ногой и намеренно бросать его друг в друга, нельзя толкать игроков и ставить подножки, нельзя виснуть на кольцах и хвататься за сетки, по свистку необходимо прекратить игровые действия. Баскетбол – это отличный комплекс упражнений. В процессе игры вам придется бегать, прыгать, поднимать руки, нагибаться, делать броски и ловить мяч. Тренируются практически все группы мышц. Вы станете более выносливыми и здоровыми. Бросая мяч в кольцо, вы тренируете зрение, а сам процесс игры учит вас проявлять инициативу, мыслить логически и работать в команде.